Мне иногда не хватает каких-нибудь баров на перекрёстке, которые для сюжета как бы особо ничего не несут. Мне кажется, сюжет — это самая наименее важная вещь в магии фэнтези. Настя? В какой вопрос? Переходим к следующему пункту. Давайте. Мужчины. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Книжный знак». С вами я, его ведущая, Наташа Артёмова. Когда мы читаем фэнтези и говорим о фэнтези, мы всегда неизбежно упоминаем магию. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. А какая магия запускает и делает мир живым? И в этом мне помогут сегодня разобраться три замечательные писательницы. Антонина Крейн — автор фэнтези «Вселенный шолох» и роман «Улыбнись мне» Артур Эдинброк. Всем привет. Анастасия Гор — автор трилогии «Ковенозеро Шамплейн» и диалогии «Рубиновый лес». Привет. И Маш Покусаева — автор «Цикла зеркала» и романа «Чёрная невеста», который скоро будет в книжном варианте. Здрасте. Вот что у вас делает мир волшебным? То есть когда это не просто интересный, увлекательный сюжет, который ты прочитал и забыл, а когда он оживает, когда он начинает с вами взаимодействовать или когда вы погружаетесь в него настолько, что готовы, в общем, отдать несколько лет своей жизни, чтобы в нём оказаться. Я уверена, что сейчас все вместе мы с вами набьём несколько классных пунктов. Как насчёт того, чтобы кто-то называет один, потом мы его обсуждаем и потом переходим к следующему? Отлично. Мне нравится план. Тогда я начну с своего любимого. Это детальки, которые касаются... Я надеялась на мужиков. Ну, блин, да, мужики вообще-то важнее. Это второй пункт. Ладно, начнём с первого. Начнём, да. Детали, которые задействуют все органы чувств читателя и которые являются очень маленькими, возможно, очень бытовыми, из-за чего мир для нас буквально оживает так же, как дома, в которых мы живём, или улицы, по которым мы ходим. Привет, Женя Юркина. Это такая фактура мира. Да, без неё очень тяжело, потому что, когда ты читаешь текст, где эти детали реально играют какую-то важную роль, он становится более ощущаемым. Нет такого слова в нормальном языке, но тем не менее. То есть ты чувствуешь эти все запахи, звуки, ты понимаешь, как это работает, и ты реально лучше понимаешь, как работает магия в этом мире. А мне, кстати, кажется, это не обязательно должно быть даже направлено на развитие сюжета, как ты вначале сказала. Нет, нет. А, всё, значит, я тебя неправильно поняла. Для меня очень большую роль играют запахи. Вот. То есть и в своих книгах, и в чужих я обращаю внимание, как что пахнет, ну, персонажи в том числе. Ещё для меня очень важен, вот, с точки зрения детализации, сам язык написания автора. То есть если он красивый, он изящный, хочется его перечитывать, то есть для меня мир уже становится живым. Я могу полюбить книгу просто за то, что она круто написана, красиво вот именно красивым, таким сочным, богатым языком. Ну, я здесь с вами соглашусь, потому что для меня это очень важно, вайб. Вот мне нужно, чтобы это всё можно было потрогать, пощупать, понюхать, представить. Это тоже очень важно. Можно как угодно долго описывать какие-то существа, но вот они не оживают, и всё. Вот мы буквально перед подкастом вспоминали книги Чайны Мьевеля, и я помню, что у меня никак вообще не запускалась история с Хелпри. Вот как бы он подробно не описывал, что это такие полулюди-полужуки, как они там сочиняют, не сочиняют, вернее, из своих желёз выделяют, жидкость, которая делает скульптуры. Они там самые известные художники в этом мире. Вот они никак у меня не срастались, не складывались, я их даже нарисовать не могла, поэтому мне вот, ну, это для меня не ожило. Это стало таким очень кучерявым миром, искусно придуманным, но, увы, не живым для меня. Для меня ещё очень важно, чтобы из истории или атмосферы можно было выделить какие-то конкретные элементы. Например, красный цвет, там, грубо говоря, драконы, там, да, драгоценности, то есть что-то там, либо, наоборот, природа, там, фейри, то есть да, чтобы был на что-то определённый упор, и чтобы это ассоциировалось именно с конкретной книгой. Это так родился рубиновый лес, насколько я понимаю. По первым пунктам, да. Красные цвета, драгоценности, драконы. Три пункта, пишем. Мне кажется, это как такой специфический дизайн сеттинга. Даже визуал, я бы сказала, визуализация. Да, ты просто делаешь акценты на нём. Причём у каких-то сеттингов упор идёт на одно, там, больше на визуальность. У других на что-то другое, но всё равно возникает вот эта вот ассоциация. Ассоциация, да. И мне это очень нравится в фандомности, потому что чем больше вот этих деталей есть в мире, тем прикольнее их вытаскивать в реальность. Тем активнее фандом, кстати. Да, и тем активнее фандом, потому что у него это всё тоже в голове, у людей это всё в голове запускается, они могут с этим играть, они могут эти детальки мира вытаскивать в реальный мир, и получается такая вот классная песочница, за что я, собственно, люблю литературу современную, что можно играть в это всё. То есть когда ты берёшь и вытаскиваешь просто это по набору эстетика Хогвартса, да, условно говоря. Да, да, в Пинтересте вводишь, и у тебя уже есть книга, определённый вайб с ней, да, чтобы такие элементы, главное, были в книге, по которым можно сделать эстетику в Пинтерест. Я совершенно с вами согласна, и я всегда для себя называла это даже не эстетикой, а артефактами мира. То есть классно, когда у каждого героя есть вот какой-то набор его фишечек, и черт характера, и визуальных составляющих, по которым его в том же Пинтересте можно узнать, и у мира, и у каждого элемента мира, элемента сюжета, и ты фактически превращаешь этот мир в какую-то такую фрактальную систему, каждый элемент которой имеет свои узнаваемые черты, и всё это вместе имеет узнаваемую черту, и это офигенное панно, классная мозаика. И создать такую, как писателю, это большая удача и большое наслаждение. И когда ты как читатель натыкаешься на настолько проработанный мир, это тоже, это очень круто. Действительно, ты идёшь в фандом, и ты начинаешь писать фанфики, придумывать хэд-каноны, со всеми общаться, в общем, творить. Я сразу тогда приведу пример, потому что таким из недавних прочитанных примеров для меня явился Ковин озеро Шамплейн. То есть когда я открыла книгу, а оттуда просто целый букет на меня напрыгнул этих травок, то есть там бесконечно описываются травы, запахи, я знаю, как они пахнут, я знаю, как выглядят эти травки, я могу их там ещё раз говорю условно нарисовать. Для меня вот это как раз то, что сразу запускает вот это волшебство, и я уже могу потом поверить практически абсолютно в любую дичь, которую творят персонажи, потому что для меня это уже становится неважным, я уже в этом мире. Вкус ещё. Я поэтому люблю кулинарию в книгах вообще, и читать, и писать, это когда какие-нибудь персонажи едят еду. Это добавляет, во-первых, реализма вселенной, во-вторых, тебе хочется пойти тоже что-то съесть, похожее приготовить, и вот ты уже вроде как часть мира. Я, кстати, не очень люблю готовить, но мне тоже нравится еда. Но я люблю есть. Да-да-да, я люблю есть. И в этом плане я обожаю описывать в своих книгах про шоуах разнообразные кафешки, ресторанчики, чтобы обязательно у каждого из них была история. И даже, возможно, в сюжет я не вставлю эту историю. Я там чисто упомяну название места и пару строк. Но чтобы я знала, что это кафе существует вне сюжета и вне книги. И чтобы читатели чувствовали вообще, что этот мир, он где-то есть. И неважно, происходит в нём сейчас действие или нет. Он был до, он есть сейчас, он будет в будущем. То есть делать его прям овеществлённым. Продолжая вот эту вот тему кафешек и прочего, я недавно у кого-то из своих знакомых авторов читала в Телеграме пост, где был такой немножко памфлет в сторону сюжет превыше всего. Каждая линия должна писать и писать. Фу, не люблю такое читать именно. Я, с одной стороны, согласна, что да, как бы каждая сцена, она должна что-то добавлять, чтобы она не была пустой. Но там человек просто сделал очень классный, ну, привёл очень классный пример, что типа мне иногда не хватает каких-нибудь баров на перекрёстке, которые для сюжета как бы особо ничего не несут. Но ты знаешь, что он там есть, и тебе хочется туда вернуться. И вот я тут как бы тоже согласна, что чисто голый сюжет, он, конечно, может быть, сыграет с тобой. Ты посмотришь, прочитаешь книжку, как посмотришь блокбастер, но ты в ней не останешься, потому что у тебя не будет места, за которое ты зацепишься. Поэтому вот это вот внесюжетное, что не всегда проникает в сам канон, в саму книгу, но есть где-то за пределами, даже просто в авторской голове, оно всегда очень хорошо ощущается. Это отличает книгу от фильма ещё, кстати. Ты сказала, что да, если не будет таких ответвлений, не только сюжет, то книга превратится в фильм, ты посмотришь его и забудешь. И мне кажется, все элементы в книге, они должны не обязательно играть на сюжет, они также могут играть на раскрытие персонажа, либо на создание атмосферы, мира, и в принципе добавлять какой-то определенный вайб. Мне иногда кажется, что это вообще немного разная история. Можно писать именно книги, как истории, рассказывать историю, а можно создавать вселенные. То есть и понятно, что пустая вселенная без истории это не вариант, но вселенная должна быть больше, чем история. Согласна. Вот, и в этом плане вот эта детальность важна. А я здесь тоже опять с примерами, потому что опять же из недавнего прочитанного, мне кажется, вот как раз мы про бары когда говорили, я сразу вспомнила птицу вот там, где цветёт полынь, у которой после снятия сериала, в общем, даже дописала ещё рассказ отдельно про, собственно, этот бар полынь, который в самой книге первоначальной, ну, он как есть, как место, но он не прописан. И, конечно, когда у автора ещё и у самого потом есть, что добавить в свой мир и расширить свою вселенную, для меня это тоже всегда привлекательно. Мне кажется, это очень часто остаётся, особенно когда вселенная большая, потому что я тут вспоминаю Сюзанну Кларк, у которой есть маленький сборник рассказов в дополнение к «Странжу и Норалу», и ты их открываешь, и это такой как бы краткий экскурс в английскую литературу, потому что каждый рассказ стилизован и дополняет вселенную. И когда ты читаешь саму книгу уже после этого сборника ещё раз, ты видишь, где, на какой рассказ была маленькая ссылочка. Такой, о да, спасибо большое. Переходим к следующему пункту. Давайте. Мужчины? Нет? Мужчины мы собрались. Зачем мы здесь собрались? Зачем подкаст нужен, если мы не обсудим мужчин? Конечно. Но у меня на самом деле есть другой момент, который для меня делает фэнтези более осязаемым. Это внезапно истории людей. То есть, я очень скептично отношусь к высокому фэнтези сейчас, потому что, как мне кажется, высокое фэнтези должно либо деконструироваться, реконструироваться в новом варианте. Давайте ремарку, что такое высокое фэнтези. Высокое фэнтези – это вот уровень каких-нибудь Forgotten Realms, где всё чётко детерминировано, противостояние света и тьмы, квест героя. Ну, как бы в том числе... Классическое фэнтези. Классическое, да. То есть, я ничего не имею против. Там Толкин наше всё и вообще много чего создал, но у Толкина всё-таки огромный преград. Это же классика, я думаю. Да. И он очень много чего вложил в создание мира. Но когда сейчас пытаются писать фэнтези по типу того, что мы избранные герои, мы идём, идём, идём. Но выглядит искусственно, наверное. Но выглядит искусственно. Поэтому мне, например, очень важна в книге, даже если там есть магия и выдуманный мир, история самих героев и то, как они живут, как они существуют, то, что их окружает. Это в том числе и фактура этого мира, но это в том числе и какая-то их внутренняя жизнь. Потому что, когда ты читаешь книжку и у тебя условная, не знаю, там, условный класс торговцев 15 века живёт и дышит, как условные чуваки с твоей соседней улицы из подъезда, это и говорят точно так же. Это очень странно. Чисто гопники соседей. Чисто, да. То есть, с одной стороны, конечно, можно намемить всегда, и провести параллели, потому что история такова, что проводить эти параллели иногда хочется, но с другой стороны, всё-таки вот эта вот неспособность воссоздать модель мышления, она всегда безумно чувствуется в книжках. Ну, мы вот тоже вот буквально перед выпуском говорили о том, что вообще, когда герой становится человечным, когда он не только бесконечно совершает поиски, но ещё кушает, спит, влюбляется, там разлюбляется, переживается, что это очень важно, это делает его тоже живым, потому что, ну, сложно себе представлять вообще героя, которые вот бесконечно с утра до ночи, там, я не знаю, 24... Злодействует злодей, который только строит планы и не кушает. И не спит, и вообще ничего не делает, только строит планы в чёрной башне. Я на самом деле в этом плане такой человек, и как читатель, и как писатель, что для меня очень важна именно психологическая составляющая вот отдельной личности, психологии личности. То есть мои книги, они для индивидуалистов, если так можно выразиться, и люблю я такие книги. Грубо говоря, те, из которых можно убрать магию, и сюжет, и раскрытие персонажей от этого не пострадает. Просто будет немножко не хватать вот этой красоты. То есть, на мой взгляд, мы действительно в первую очередь, когда читаем книги, мы очень любим, мы можем полюбить мир, мы можем стать, чувствовать себя его элементом и жить в нём долгое время, но нам важно чувствовать какую-то эмпатию к персонажам. И в этом плане, конечно, когда герои, на мой взгляд, обладают более-менее современным складом характера и похожи на нас, своими проблемами и так далее, они воспринимаются как более родные, что ли. И как раз с ними потом ты хочешь дальше продолжать этот путь в стиле какого-нибудь продолжения вселенной через фанфики и т.д. Мне, например, и как авторю, как читателя, мне не обязательно, мне не особо важно, чтобы я понимала персонажа. Мне должно быть, чтобы мне было интересно за ним следить. Как, знаешь, муравей в этом пробирке, я такая смотрю, что ты делаешь. Да, я согласна. Наверное, да, наверное, я немножко неправильно сказала в том плане, что... Это тоже хорошо, когда ты, нет, ассоциируешь. Это просто, наверное, два разных типа персонажей и с тем и с тем хорошо. Это интересно, когда действительно нам очень много же подавали фэнтези как глобальную какую-то проблему борьбы и добра со злом. С метафизикой. Да, и всё этому подчинено, и уже получается, что все персонажи вокруг мелкие букашки, кроме вот этого самого героя или вот этого самого злодея. И действительно появляется очень много книг, где, собственно, частная проблема персонажа или какой-то его триггер или какая-то его там травма психологическая тоже запускает вот эту магию. Потому что ты... Ну, это более эмпатическая, наверное, получится литература, потому что если ты с ним травмами не совпал, то всё, извините, у вас разные психотерапевты. Вот. Но в целом мне понравилось то, что ты сказала, что если из мира убрать эту магию, он всё равно продолжает существовать и жить. Я недавно прочитала такой термин, как низкая фэнтези, где имеется в виду как раз вот минимальное вообще явление магии в этот мир. То есть низкая не в смысле плохо, дурно написанная, а в смысле, что там этой магии настолько ничтожно мало, что, по сути, это можно считать уже как бы реализмом. Мне такие книги очень люблю. Я, правда, больше в жанре городского фэнтези такое высматриваю. Мне сейчас нравится, что всё больше персонажей становится проще. Вот Маша сказала про высокое фэнтези, что оно уже не совсем актуально. Как раз за счёт того, что о высоком фэнтези ты всегда избранный, избранный персонаж, он особенный, у него определённый чёткий характер. Мне очень нравится, что сейчас начинается тренд на персонажей с повседневными потребностями и повседневной мотивацией. Мне вспоминается манго, мне же можно приводить пример манго, «Человек-бензопила», где у главного героя, Дэнджи, у него единственная потребность, ну, всё, что он хочет, как бы всё, что он делает, это ради того, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь, вкусно кушать и найти себе девушку. И он в то же время избранный, но у него нет никаких глобальных прям целей, типа спасти мир, кому-то помочь. Всё, что он делает в манге, он делает ради того, ради собственных эгоистических потребностей. И эта манга, почему она вошла в топ, то есть в Японии она очень активно продаётся, потому что современным людям надоели, наверное, вот эти суперкрутые избранные, суперумные, супермудрые, и хочется увидеть человека, который такой же низменный, как мы все. Да, я, кстати, вот, да, в тему повседневного, я недавно читала «Хтонь в пальто», это, как оно получается, как городской фэнтези и магический реализм, но, по сути, это сборник терапевтических сказок в неком немножко вымышленном, но очень реалистично описанном Петербурге. И я была просто в восторге. И потому, насколько эта книжка, которая как бы там выходила без помпы и без чего-то ещё, внезапно заходит людям, я вижу, что, да, это тоже интересно. И там магия. Там, во-первых, тоже очень хочется играть в мир и продолжать его, и для этого есть все инструменты. И там вот эта вот магия, ну, по сути, это просто метафора психотерапии. И оно работает. Сейчас, кстати, такие книги популярны, это как про книжные лавки, улицы книжных лавок, а, аллеи книжных лавок. То есть, мне кажется, сейчас мы все нуждаемся в психотерапевте просто, и книги решили выполнять эту функцию. Ну, там просто ещё такой мой сорт психотерапии с хатанинкой, да, и поэтому я прям вообще в восторге была. Я сейчас вспомнила сразу по поводу книжной аллеи «Магазин чеснов мистера Телергута», который, ну, я не знаю, можно его считать фэнтези или нет, но там, понятно, тоже такой как бы вроде всё-таки магический, волшебный мир, да, не магический, но волшебный. И вот как раз к тому, что там продаются сны, и меня... Я уже не первый раз про эту книгу рассказываю в нашем подкасте, потому что меня настолько зацепил вот этот маленький элемент, что можно, когда человек уже готовится, скажем, покинуть этот мир, он может прийти, оставить там сон для своих родственников. Он меня настолько поразил вообще, вот я считаю, что эта книга была написана, наверное, только ради вообще одной вот этой мысли, что те родственники, которые потом... Ну, или близкие люди, которые вам потом снятся, это они для вас оставили сон. Я... Ну, это очень классно работает, потому что оно как, не знаю, как какой-то запущенный миф становится. Я хотела сказать, когда сейчас Маша вспоминала «Хтонь в пальто», что я обожаю книги, в которых есть ряд маленьких дел, которые имеют при этом какой-то общий сюжет. Как сериал, книга-сериал, обожаю. Книги-сериалы, то есть вот из недавнего сейчас выйдет в «Эксмо» геммы Коэнов, Анна и Марк, по-моему, авторы Коэны. У них очень классная тема, я ее читала просто как рецендиент. Там куча отдельных мелких преступлений, и они складываются в единый сюжет. Я просто сама так же пишу, потому что... Я хочу такое написать, мне все такое нравилось. Да, это так здорово. Или вот Урал Дугиной, мы тоже вспоминали перед подкастом. Тимьяна Клевер, книга. В принципе, похожим образом складывается отдельные дела, которые разгадывают Фейри и Человек в викторианской Англии, но есть общий сюжет о Великой войне. Я прям... Это мой сорт. Да, очень люблю такое. Когда у тебя есть фон эпохи, но в то же время ты видишь вот эту вот фактуру. Это просто сериал, мне кажется, структура сериала заходит. Мы любим все сериалы. Да, потому что сериалы, они позволяют тебе прямо жить действительно в этом мире и с этими героями. Как будто это в процессе происходит, да? То есть оно не имеет конечной точки, оно всегда продолжается. И когда даже заканчивается сериал, ты знаешь, что герой, наверное, что-то еще расследует. Главное, чтобы это не было сверхъестественным. Сколько там сезона? 8, 10, 10? Я бросила на Левиафанах, потому что я поняла, что я не могу больше. Ну, я тоже не знаю, можно это причислить будет к фэнтези, или это уже какой-то магический или мистический хоррор. Вот у Дарьи Бабылевой есть книга «Магазин закрывается». Работает до наступления тьмы. Она тоже скоро выйдет в бумажном формате. И он ровно по такой же структуре. То есть там есть вселенная, есть мир, есть магазин с вот этими вещами в себе. И в целом там рассказываются истории. Каждый раз вроде как вот этой какой-то странной вещицы сошедшей с ума, и как она попала к своему владельцу, который принес это в магазин. При этом рассказывается еще параллельно истории каждого из персонажей, и все это складывается вот именно в ту самую вселенную. Да, и опять у нас получается то, о чем Антонина говорила, что вселенная больше истории. Мне, кстати, сейчас подумалось, что большая привлекательная штука во всех этих вселенных заключается в том, что ну как бы мы с вами живем, да? Немного психотерапии, про нее мы тоже говорили. И наша жизнь, она складывается постоянно из перемен. То есть либо мы мертвы, либо все меняется. А эти вселенные, с одной стороны, в них куча вот такой вот, как рябе по воде происходит перемен, если мы говорим о книгах, сериалах с мелкими делами. А с другой стороны, ты в любой момент знаешь, что она жива. Как в реальной жизни. Что-то происходит, но жизнь продолжается. Да, ну как бы, нет, как раз в реальной жизни, знаешь, что-то может перевернуться очень сильно. Ну не знаю, знаешь, сколько мы живем и сколько не происходит всего, но все равно все остается прежним. Кайма, я имею в виду. В реальности. В реальности, да. Да, ну может быть. Наверное, я как-то вот, как раз реальную жизнь, мне кажется, она очень сильно меняется. Поговорим о философии. О смертной жизни. Да и т.п. А вот этот мир, тот или другой, Убежище. Да, возможно, это эскапизм. Мне не нравится эскапизм, как что-то негативное, когда ты забиваешь на свою жизнь, чтобы убежать с другой. Урсула Лагуин с тобой согласна. Она говорила, что эскапизм — это путь к освобождению. Нет, я как раз говорю, что мне не нравится. Ну, как бы, я просто смотрю на эскапизм именно как на то, что всегда нужно. Вот. Я, наверное, просто не называю эскапизмом. Мне кажется, классно иметь какое-то вот место, в которое ты приходишься зарядиться. И вот эти, например, из-за вселенной, они могут стать для тебя такой батарейкой, которая тебя заряжает. Да, главное не сбегать. В тему вот этой вот фрагментарности и вселенной больше, чем история. У меня почему-то вспоминается, я недавно читала книжку про метамодерн, продолжая философию, и я не настолько хорошо поняла, что такое метамодерн, потому что, по-моему, сейчас это то, что вообще мало кто понимает. Но у меня есть ощущение, что шаг в сторону от высокого фэнтези с квестом и понятным избранным героем и положением тьмы света в сторону вот таких вот историй. Человек-бензопила считается метамодерном. Да, вот в сторону повседневности, фрагментарности, переплетения разных историй в одном мире, это как раз-таки знак того, что мы перешли из постмодерна в метамодерн и существуем в нём. Такой вот хот-тейк. Я хочу ещё сейчас вернуться. Я понимаю, что мы вроде уже эту тему проговорили, но всё равно у меня почему-то туда возвращается. Во-первых, понятно, что у каждого читателя будут складываться свои составляющие вот этого зелья, которое запустит эту магию. который он сейчас читает. И чем больше узнавания какого-то вот именно совпадающегося с твоими внутренними кодами, ну, как бы с твоей начиткой, с твоей насмотркой, с твоими какими-то ощущениями, тем, понятно, живее для тебя мир становится. Вот для меня тоже было таким практически стопроцентным попаданием, почему я так люблю городское фэнтези, потому что я совершенно урбанистический житель, я не умею выживать в лесу, мне нужен город, мне нужны стены, мне нужны улицы, фонари, я должна всё это видеть, трогать. И если, ну, в городском фэнтези мне всегда привлекательно, если город ещё и узнаваемый, то есть по реальным улицам, которого ты, например, можешь пройти, и такое, о, оно, ну, у меня, во всяком случае, больше всего запускается такой механизм. И «Колдун Снеглинки» Саша Степанова тоже очень интересно во мне, знаете, как сработал. Там есть некое пространство, можно так сказать, лимб, наверное, и он написан как фильмы Хамдамова. То есть я помню, ну, вот как какой-нибудь «Мешок без дна» или «Бриллианты». Я когда читала это в книге, такая, боже, это Хамдамов, то есть вот такое вот ЧБ кино, стилизованное под немые фильмы, там, начала XX века, с совершенно какой-то сумасшедческой дурнинкой, и мы, так смешно потом, я прям, я не выдержала, вот за что я люблю с современными писателями общаться, им всегда можно задать вопрос в соцсетях. Я пишу, как бы, Саша, это Хамдамов, она такая, ты представляешь, ну, как бы, я тоже про это думала, она очень любит Хамдамова, и в целом она говорит, что да, это, конечно, на описание вот этого места хухче повлияло. И вот когда ты вот такие уже даже, там, десятые пласты, зарытые писателем, вообще там на уровне подсознания скрываешь, ну, тогда это все, это уже становится прям сердечко. Давайте про мужиков. Да, слушайте, у меня тоже как-то все и стомились. Давайте, про мужиков. А что, только про мужиков или вообще про краши? Наверное, вообще про краши, да, потому что, как сказать, на это тоже, ну, тоже чувствуешь, когда общаешься в соцсетях с кем-то, что люди хотят видеть красивых персонажей и визуальное воплощение, крутой дизайн. Но понятие краши, конечно, тоже у всех отличается, потому что последнее, на кого я запала в прочитанные книжки, это вьюга, в «Песне чудовища». Сегодня как раз Настя писала, говорила, у тебя с собой открыточки с ним нет случайно, а то я прочитала, мне так зашел персонаж, что я хочу его открыточку себе на досочку повесить, чтобы он на меня смотрел и мотивировал. Но мы же сейчас не будем драться, Эдвард или Джейкоб. Нет, нет. Это уже давно прошло, мне кажется, эти битвы. Ну, нет, как оказывается, не прошли иногда. В общем, это прям такой тест, свой-чужой. Тест на возраст, я бы сказала, еще. Я не знаю, кто еще прокрашивает? Мне кажется, что самые простые вещи, в которых мы можем влюбиться в книгах, это визуал и это персонажи. Персонажи, соответственно, имеющие в том числе яркий визуал. Я очень влюбчивый человек и как бы в жизни, и тем более в книгах. То есть в каждом романе, который я читаю, или если там я что-то смотрю, в каждом сериале, в каждом аниме, у меня куча крашей. И на самом деле в своих книгах я делаю то же самое. Гарем. Да. О, да. Эта фишка... Мне очень важно создавать прям героев, в каждого из которых я прям влюблюсь, чтобы каждый из них мне нравился. Если бы мне сказали, выбери одного, я бы сошла с ума. И у меня при этом нет обычно любовных линий, потому что мне как бы не хочется выбирать кого-то одного. То есть хочется иметь возможность. Они все мои. Да, я не хочу давать никому из персонажей. И, по-моему, прописывать персонажей, это вообще... Для меня это всегда было самым большим удовольствием. Я знаю, что у всех писателей есть воли. А я наоборот подумала, свои радости. Да, если боль, я ненавижу писать сюжеты. Кстати, вот в тему нашего подкаста, мне кажется, сюжет это самая наименее важная вещь в магии фэнтези. То есть мы прочитаем его, и как бы, скорее всего, мы какое-то время спустя его забудем. А вот мир и героев мы будем помнить. Да, и в этом плане героев писать суперинтересно, суперклассно, и тоже мы перед подкастом обсуждали. Очень здорово давать им какие-то уязвимости. Супермилые, потому что часто их запомнят даже сильнее, чем герои. Почему персонаж запомнят, да? Да, что-то характерное. У меня просто с этим очень большая сложность, потому что я в силу того, что я читаю многих авторов сети и читаю какие-то поблосы о книжках, я вижу фан-арты, я вижу заказные арты, и иногда я просто чувствую, что у меня все эти герои сливаются во что-то одно. То есть все побежали к одному художнику, потом к другому художнику, и все персонажи буквально вот одно и то же. Тишко много читаешь просто. Да, наверное, это нормально. Но есть чуваки, которых ты всегда узнаешь. То есть это какое-то умение выписать характерную черту, которая ловится художником в том числе, либо которая ловится в тандеме с художником, когда это комиссион. У меня просто был случай, когда я прочитала «Соколу и Ворон», еще когда он не выходил, и через какое-то время кинула в Ульяну картинкой, которая мне показалась похожей на Дару, и просто мелькнула у меня в ленте. Оказалось, что это фан-арт по «Соколу и Ворону». Я узнала персонажа, и вот это, собственно, то, что... То, к чему, как мне кажется, стоит стремиться. «Соколу и Ворон» Ульяна Черкасова. Да. Я, кстати говоря, никогда не влюблялась в книжных персонажей мужчин в чужих книгах и... А в своих? В своих я к ним по-другому отношусь, они мои дети. Я многодетная мать. То есть у меня никогда не было такого, чтобы мне настолько нравился персонаж книжный. Кроме Джейкоба Блэка, потому что мне было 12, когда я читала «Сумерки», и я была влюблена. У меня очень похожа ситуация. Я страшный эгоист, и мне достаточно моих персонажей, чтобы влюбляться в них, потому что я их контролирую, это мое. Тривожные привязанности. Да, поэтому в чужих меня настолько сильно не крашат. То есть у меня есть любимые герои, которые висят у меня на стеночке, открыточке с ними, как такие вайфу, хазбанду, потому что они для меня несут какой-то символ. И одновременно над рабочим столом у меня висела открытка с персонажем-трудоголиком из книги «Подруги», потому что я смотрела на него и работала. У меня на нем даже висела бумажка с надписью «Заплати налог вовремя», и вот это вот все. Но это одно, а свои как бы это другое. Поэтому мне хочется все вот это вот свое эмоциональное отдавать своим героям. Но меня дико крашат в исторических личностей. А, нет, вру. Крейслер из «Житейских воззрений» от Амура, это был мой краш на втором курсе «Филфака». А на первом курсе «Филфака» меня крашнула во Франсуа Вийона. Вот такая вот фигня. Вийон. Боже, у меня тоже такое было? Именно с Вийоном. И, походу, он такой. Кстати, да, вот сейчас Настя сказала про то, что они мои дети. И я поняла, что у меня, наверное, вообще влюбленность в персонажи на самом деле делится на три категории. Первая категория — это вот прям краш. Хочу детей. Хочу детей от него. Да, да, да. Вторая, типа, о, боже, да, это мой сын. Хочу детей в этом смысле, конечно. Я не вталкиваю. Я такая хочу детей. Я веду, да, хочу от него. Да. Категория. Да, вторая категория — это как раз-таки, да, типа, о, боже мой, это как мой сын. Но мне приходит в голову пример не из книг, к сожалению, в первую очередь из аниме. Это «Акутагава» из «Бродящих псов». Реально, я так умилеваюсь. Мне он очень нравится. Да, он такой хороший. Хотя мне не зашли псы, «Акутагава» был шикарен. Ой, я обожаю цов. Обожаю. Да, и последняя категория — это как раз персонажей. Я недавно узнала это слово, теперь я его активно использую, которых я киню. То есть, с которыми ты чувствуешь что-то общее, или в моем случае ты можешь хотеть чувствовать что-то общее. Это вот к рассказу Маши о персонаже-трудоголике, да, на котором можно вдохновляться. Ну, я, кстати, очень редко киню персонажей, потому что для меня это такой момент индивидуальности, ну, и как бы вот такого, не знаю, наверное, эгоцентризма личного. У меня есть среди моих персонажей кин, причем люди обычно сильно удивляются, почему это он, а не кто-то другой. Вот. А среди чужих крайне редко, потому что я могу релейтиться, то есть, ну, чувствовать что-то общее, да, но кинить нет. Ну так, ну, назови имя сестра. Я люблю Феликса, у меня татуировка вон даже есть, как бы, и тут тот мой кин из моей книжки. Из зеркал. Ну, подожди, Антонина тоже сказала, что у меня есть крашу. Давай, кто? Так, своих, наверное, или консервис. Кого ты кинешь? Неважно. Кого ты кинешь, не своих. Ну, кто? Ну, из своих в последнее время сильнее всего я киню персонажа по имени доктор Морган из книги «Долина колокольчиков». Антонина Крейн, уточнение, да? Да, да, я Антонина Крейн. Всем привет. Вот. Это как раз книга, которая сейчас вышла. Я писала ее полтора года, это очень долго для меня. И мы с Морганом просто родные души, потому что он уже не знал, насколько пишет. Да, соумейты. Нет, мы кинны, господи. В общем, Морган, это сейчас, мне кажется, я, потому что он задолбался писать свою диссертацию. И цитата, которую все, мне кажется, уже постоянно сейчас используют в соцсетях, это начало главы первой про Моргана. Это Морган проснулся, Морган поел, Морган пострадал. Это просто я последние полтора года. И да, Морган, это моя любовь. Настя? Причем, какой вопрос? Так, у тебя кинов нет? У меня нет. Я не киню персонажей, ни своих, ни чужих. Мне кажется, дело не в моей индивидуальности, а в их индивидуальности, потому что, мне кажется, когда кто-то говорит, что я киню какого-то персонажа, мне кажется, человек себе льстит. Как так сказала. Да, вот это вот тоже работает. И я как бы, я себе тоже буду льстить, если я скажу, что киню кого-то. Вот. Поэтому я подношусь вообще, у меня какое-то... Я бы сказала, я в позиции бога нахожусь по отношению к своим персонажам и по отношению к чужим созерцателям. Мне кажется, здесь просто такая фишка. Ну, понятно, что мы не можем кого-то кинуть целиком. Потому что действительно это невозможно. Хорошо, тогда я киню только из аниме. И все, собственно. Я, наверное, когда говорю про кин, я имею в виду какие-то вот отдельные черты, соответственно. Еще и в разные дни, в разном настроении. Но бывает, что я иногда он, да? Да, да, да. Я про главных персонажей, наверное, ничего не скажу. Мне всегда более привлекательны второстепенно. Я тоже прошла. Потому что иногда они бывают же... Ну, просто, наверное, это все сталкивается с тем, что я больше читала как раз вот именно такого классического фэнтези, где геройский герой всех мечом порубал в капусту, и мне это, ну, не близко. И я, наверное, все время залипаю на каких-нибудь спутников героя или каких-нибудь персонажей, которые сопровождали на определенном пути. Я могу не вспомнить вообще сюжет, вот как, опять же, сегодня вспоминали, да, там, что вот убилиание на меч без имени. Я, честно говоря, с трудом вспоминаю, что там было, потому что было прочитано очень много лет назад. Но сквозь года я помню прекрасного дракона белого цвета, у которого был дефект речи. Он был очень хлаблый длакон. Просто немножечко не очень холосо головолил. Белый длакон, да. И это невозможно забыть, потому что вот такая, вроде бы, казалось бы, ерунда, а она в тебя втемяшивается так, что все, ничего ты с этим сделать не можешь. Ну, а про еду вот я еще как бы так немножко долго думала. Мы вроде закончили говорить про еду, но я хотела отметить, что кот Штрудель. Штрудель, кот Штрудель в Ковине. Боже, боже. Все вот эти вот, конечно, рыжие котяхи. Животные очень хорошо добавляют реализма, как и драконы. Вот то, что, ну, это же все из одной серии. Там дракон не перевоплощается, да, вот в этой книге? Я уже не помню. Ну, в общем, да, вот, что животные или, грубо говоря, фамильяры, да, либо какие-то спутники у персонажей, они действительно запоминаются хорошо и добавляют какого-то очарования и персонажу, и сеттингу. И милоты. И милоты добавили. И милоты. Я всегда, кстати, милоты. Милоты из Валкодава. Вот, да. Тоже, кстати... Платва, я сразу же... Платва, да, да. Я не читала, причем, в виде мака вообще, то есть и сериал мне не очень зашел, но я знаю про платву и не играла. Кстати, про второстепенных персонажей я в какой-то момент тоже себя поймала на том, что в абсолютном большинстве случаев я влюбляюсь в них сильнее, чем в главных персонажей чужих книг. Я думала, много думала на тем, почему так получается, и один из вариантов ответа, который мне пришел, это то, что у тебя в второстепенном персонаже больше свободы, как у читателя, потому что ты просто видишь меньшее количество экранного времени. Ты можешь додумать немножко еще об этом, да? Да, ты додумываешь, и при этом у тебя есть вот эти яркие артефакты, какие-то его фишки. И в итоге ты начинаешь свою собственную алхимию. То есть главный персонаж, особенно если у тебя ПОФ от первого лица книга, ты как бы с ним живешь, и тебе приходится немножечко принимать то, что в него прописывает автор. А тут, ради бога, тебе дали, как вы только знаете, так типа сделай сам. Ты можешь хэтканонить. Вот, да, и это прям классно. А хэтканоны это то, что удерживает очень мощно. Да, самого автора в том числе. Да. И сейчас еще вспомнила, что я вот, например, очень люблю антропоморфных персонажей. Ну, у меня большая любовь к котикам, поэтому для меня, вот подсуньте мне любую фэнтезийную книжку с котиком, для меня это, кстати, наоборот. Я не смогла бы, наверное, читать про антропоморфных животных, как выдающиеся звери, сразу и манга вспоминается. Ну, они разные тоже бывают. Я помню, что в детстве была мной прочитана книга Лаоше, записка из кошачьего города, и которая, наверное, вот заложила в меня вот эту историю, что антропоморфные животные могут быть весьма и весьма привлекательными. В фури. В разном виде антропоморфные. Вот сейчас вышла книга «Граф Аверин. Колдун. Российской империи», где, собственно, второй главный персонаж это Див Кузи, который может превращаться в огромного кота. Он еще и подросток, он еще... Ну, как подросток, молодой человек, скажем так. Оборотень? Он не оборотень, он Див. Я не знаю, что это. Он, в принципе, Дэймон Див. Ну вот, то есть как бы... И он может перевоплощаться в человека, может перевоплощаться в огромного кота, может там еще что-то делать, я не помню. Разница терминов. Настя говорит больше про животных, которые похожи на людей, как в Редвеле. Потому что это означает антропоморф. Разве нет? Я думала, мы говорим об этом. А здесь именно оборотничестве. То есть у него есть несколько форм, в которых он может существовать. И антропоморфа, это же, да, имеется в виду... Ход ходит на двуках. Если смотрела Робин Гуда от Диснея, вот это вот антропоморфное. Нет, да, я поняла, но я просто что-то как-то из одной мысли перешла в другую. Нет, вот оборотничество я тоже люблю, а вот антропоморфа, это не мое. Вспомнила, значит, вот этого вот как бы Кузьмова. Я к чему хотела сказать, что он мне еще харизматичен именно по прописанию своего поведения. То есть он такой классический подросток, который тыкает палкой, значит, своего напарника, проверяя его границы. Очарователен тем, что он любит колбасу и зефир. И при этом увлекается идеями анархизма, потому что там все действия происходят в альтернативной России. И вот эта вот совокупность, вот как-то там хорошо получилось это подростковое какое-то вот бунтарство, как это может быть непосредственность, что ли, еще и котик. Ну все. И при этом еще нечеловеческое существо. Нечеловеческое существо. И вот это, да, оно создает очень привлекательный образ. Я сейчас подумала, что про обратничество... Мне нравится тоже, когда у героев есть две ипостаси, там, человеческое, какая-нибудь животное. Но если не об этом говорить, а в целом, для меня очень важная характеристика персонажа, чтобы у него были эти ипостаси, например, чтобы у него была его обычная личность и хорошая тень, чтобы мы всегда видели, что у него внутри вот этот вот идет маятник между одной стороной и другой. Ну, фактически, это уже просто дело работа с персонажами. У меня есть такие кинки, знаешь, на звериные начала у персонажа. Тотемизм, да. Да, что за эти метки. Вот когда вот эти метки, когда у персонажа, например, оборотень, когда у них есть другое понимание любви, отличается, когда... Он может быть человеком, но у него может отличаться мышление за счет того, что у него есть теневая сторона, да, или там вторая личность. Блин, это очень круто. Особенно, когда это в любовной линии оформлено. Джейкоб, я поняла. Вот, вот, ну типа вот из этой оперы это началось с 12 лет. Мы теперь знаем, да, откуда растут. Слушайте, ну у нас последний, наверное, остался пункт, потому что, к сожалению, время катастрофически быстро проходит. Мир, в котором вы хотели бы оказаться, ну вот хотя бы на денек. Вот есть у вас такой мир? Я стопроцентно в своих мирах. Ханкай. Я видеоигры люблю Ханкай. Старый Рейл, либо Геншин. Я стопроцентно у себя в Шолохе. Именно в Шолохе, в городе Шолох, в Лесном Королевстве, потому что в целом Шолох это название, скажем так, бренда, под которым выходят книги о разных мирах. И, кстати, когда ты, Наташа, говорила про то, что ты бы не хотела жить в лесу, ты бы хотела жить в мегаполисе с фонарями и так далее, я такая, о боже мой, тебе надо туда, потому что я тоже очень люблю комфорт, я люблю современность, я люблю, когда есть семена в цивилизации. Да, и поэтому я взяла и отгрохала мегаполис прямо в лесу. То есть там есть магия, но там есть альтернатива электричеству, горячей воде, всё вот это вот, да. Так что туда надо ехать. Нет, я не то, чтобы совсем прям не люблю лесом, просто я к тому, что... Люблю войти и выйти, да? Да, я люблю войти и выйти, да. То есть как бы в книгах всё нормально с лесами. Я бы не хотела побывать в своих мирах, честно. Я, кстати, тоже в этом подумала. Мне безопасно. Спасибо, да, это очень небезопасно, но мне бы очень хотелось побывать в Эхо, в Раевском. Вот как бы из всех волшебных миров, там, про которые я знаю, которые я читала, он просто кажется максимально идеальным вариантом, потому что он относительно безопасен по сравнению со всем остальным, что я люблю. Вот это вот удивительная история, что я когда сама к этому вопросу готовилась, я такая, ну вот не Толкиен, там, не Геральт, не вот ничего из таких, ну, я имею в виду уже, которые обросли прям фандомами, там, и всё. Вот именно Эхо. Мне безумно хотелось бы побывать в обжоре бумбе, покормить пироженками буревухов, пощекотав имперушки, посидеть с Эрм Максом и послушать, как он безумно, значит, там рассказывает свои истории. Ну, то есть это мир, которым, правда, вот очень хотелось бы хоть на денёчек. Я вспомнила ещё две штуки. Во-первых, я бы очень хотела посмотреть на заброшенные залы дома в Пиранезе Сюзанны Кларк. Это книга, которая меня просто с эстетической точки зрения шарахает до сих пор. То есть там, несмотря на то, что я ещё безумно люблю её содержание, это невероятно эстетичная штука. И было что-то ещё, то есть именно посмотреть на город, но оно вылетело у меня из головы. Да, я в вашей компании, я тоже очень хочу в Эхо. И на самом деле, когда я начинала писать книги, я в первую очередь вдохновлялась Максом Фрайем. Оно чувствуется. Вот это меня расстраивает, да. Хотя, может, и нет. Оно другое, но оно чувствуется. И я шла в шоуах именно за, ну, как бы ловить вот этот вот эховский вайб. Ну вот да, как-то так. Причём оно чувствуется не как копирование, а именно как inspired. То есть ты понимаешь, что какие-то штуки, они вот очень близко к этому, поэтому они цапают. Я правильно понимаю, ой, прости, пожалуйста. Я правильно понимаю, что в целом это вот как раз история, когда ты нашёл какой-то крутейший мир, но ты вроде его хорошо уже достаточно изучил, да, и тебе хочется что-то близкого и похожего, и вот здесь вот произошло вот это вот совпадение. То есть, в принципе, если вам нравится мир еха, то вы можете прочитать цикл книг Антонина Крейн, Шолоха. Ну, не весь, там, три книги оттуда. Теневые блики, тень разрастается, призрачные рощи. Остальные в других жанрах. То есть это будет просто близкое. То есть не заимствованное, а близкое по вайбу. О, круто. Да, думаю, да. Близко по вот этому ощущению, что у тебя есть уютный город, в котором много интересной фактуры, деталей, в котором интересна завязанная система магии. Ну что, очень быстро, но все равно нам удалось сочинить некую магическую формулу, которая может изживить любой мир. Понятно, что у каждого будет свой набор ингредиентов, но все-таки. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо большое. Все книги, которые мы сегодня упомянули, мы добавим в нашу подборочку. И до новых встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok